Лучшие люди нашего профсоюза. Теперь у нас полный комплект. Присаживайтесь. Ровно 30 лет назад всю страну потрясла невероятная киносенсация. На экраны вышла «Интердевочка» – фильм о валютной проститутке, мечтающей о простом женском счастье. Сегодня на канале «Сплетники» как это популярное кино изменило жизнь актеров. До съемок в «Интердевочке» о Елене Яковлевой почти никто не знал. Ее не хотели брать на роль валютной проститутки, считая, что она не обладает аппетитными формами и не вписывается в образ. Однако Яковлева смогла как-то убедить создателей. После выхода фильма она стала настоящей звездой. В одном из интервью она даже пошутила, что готова вручить премию журналисту, который не спросит ее про «Интердевочку». Личная жизнь артистки также сложилась удачно. Она уже много лет замужем за актером Валерием Шальных. Сейчас поклонники то и дело обсуждают экстравагантный внешний вид ее сына Дениса, но сама звезда на татуировке и пирсинг наследника уже давно не обращает внимания. Партнером Елены по фильму был шведский актер Томас Лаустиола. После фильма он стал звездой только в СССР, потому что «Интердевочку» на его родине не показали. Занимается режиссурой, но за пределами Скандинавии практически неизвестен. Татьяна Агафонова уже была известной актрисой, но второй пик ее успеха пришелся на 1989 год. В «Интердевочке» Агафоновой досталась небольшая роль Верки-москвички. Татьяна так убедительно сыграла ночную бабочку, что вскоре ее настигла сомнительная слава. Ее узнавали на улицах и частенько спрашивали, действительно ли она проститутка, что очень смущало Татьяну. Через некоторое время она решила коренным образом изменить всю свою жизнь, вернулась в родную деревню и возглавила местный колхоз. Сейчас Агафонова периодически играет в кино, но достаются ей преимущественно роли второго плана. В этом культовом фильме Ирина Розанова перевоплотилась в одну из самых запоминающихся героинь. Ее симка Гулливер стала любимицей многих зрителей. Сама же звезда вспомнила, что прошла кастинг практически сразу, благодаря обаянию и пышным формам. За границей бушует спит, слыхали? Передается только этим самым, ну как его, путем, половым, извиняюсь. По словам Розановой, после «Интердевочки» ей еще долго предлагали похожие роли, но звезде нравилось экспериментировать в творчестве. Поклонники же часто обсуждали не столько творчество Ирины, сколько ее насыщенную личную жизнь. Звезда трижды была замужем и состояла в продолжительных отношениях с несколькими режиссерами. Сейчас Розанова продолжает активно сниматься, а вот о личной жизни деликатно умалчивает практически во всех интервью. Я на государственный уровень теперь вообще не выхожу. И все правительственные делегации мне дофейни. На момент выхода «Интердевочки» Немоляевой было всего 19 лет. Вплоть до середины 90-х Немоляева активно играла в кино и старалась проявить себя в театре. Вскоре вместе с мужем она начала заниматься дизайнерским бизнесом. Анастасия работает с деревом и стеклом, а ее творения часто выставляются в лучших галереях мира. Периодически снимается, но большую часть времени тратит на дизайн, а также на воспитание троих детей. На момент съемок Полищук уже было 40 лет, поэтому ей досталась роль строгой авторитетной проститутки по имени Зинаида, которую даже сотрудники милиции предпочитали называть по отчеству. Зинаида Васильевна, мешаете? Не буду, не буду, не буду. Где санкции на обыск? Позже актриса в основном играла в комедиях. Переломным стал 2000-й год, когда она попала в автомобильную аварию. В 2005-м у нее диагностировали саркома позвоночника. Любимица миллионов ушла из жизни 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Мартин Швилсон, сыгравший в интердевочке дальнобойщика, не ожидал такой славы. Сейчас снимается довольно редко, видимо, из-за своей очень насыщенной личной жизни. Он женат в пятый раз, отец восьмерых детей, четверо из которых в текущем браке. На момент съемок Лариса Малеваная уже была крайне востребованной актрисой в театре. В кино ей часто доставались роли заботливых матерей, и интердевочка не стала исключением. Несмотря на бешеный успех интердевочки, Лариса в начале 90-х надолго ушла из кино. Работала в театре, писала книги. Сейчас ей 79 лет. Трое внуков, двое правнуков. Роль в том самом фильме она считает одной из своих самых интересных ролей. А вы смотрели этот фильм «Откровение интердевочка»? Хочет женщина быть красивой, с гордо поднятой головой. Понравился? Пишите свои впечатления в комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, где удобнее будет вам. Все ссылки под видео. Да, я выхожу замуж. Как вы мне надоели. Как я от вас устала.